Девангельское пробуждение на Украине, на юг Украины. Если на Кавказе почвы для пробуждения Евангельского послужили молокане, молоканские общины, молоканство, молокане-переселенцы, то на Украине такой почвой стали Меннониты. Меннониты. Два «Н» в середине. Меннониты. Ещё во время правления Екатерины Второй произошло заселение юга России немцами-колонистами, среди которых было много Меннонитов. Почему Меннониты решили покинуть родину и переселиться в Россию? Была одна такая веская причина. На родине их сильно преследовали за пацифизм, за пацифистскую позицию, за пацифистские взгляды. Отказ от клятвы, от присяги, от оружия, от военной службы. А Екатерина Вторая решила сделать такой ход практически политический. Она ведь тоже немка была по происхождению. Она издаёт специальный указ об освобождении Меннонитов от воинской повинности по религиозным убеждениям. Меннониты обрадовались, что вот русская правительница такой указ издаёт, благоприятный для них. И многие стали переселяться из Германии в Россию. Екатерина Вторая понимала, что Меннониты – это народ трезвый, трудолюбивый, ответственный. У неё, в основном, цель такая была практическая. Она понимала, что они смогут в короткий срок обустроить гюх России. И они на самом деле большой вклад вынесли в это дело. Появились сёла, деревни, чистенькие, отхоженные, сады, полисадники, огороды, трудолюбивые, как муравьи. Ну и, кроме того, верующие. Они регулярно устраивали собрания в свободное время. И приглашали из Германии проповедников довольно-таки часто. Проповедники приезжали, что это были проповедники такого, такой устремлённости, гимнализационной, миссионерской. Они собирали не только колонистов, немцев, но и всех желающих, и русских, и украинцев проповедовали Слово Божие. И, значит, установили традицию так называемых бибельштунден, то есть библейских часов. Кроме основных официальных богослужебных собраний устраивались так называемые библейские собрания. Бибельштунден, библейский час, библейский урочный час. Что-то вроде воскресной школы для взрослых. Куда приглашали тоже всех желающих. И колонисты, и те лица из местных или из пришлых, которые работали в колониях. На эти часы с радостью, с интересом, с удовольствием стали ходить и русские, и украинцы. Одним из первых посетителей таких вот часов стал Иван Онищенко. Иван Онищенко, Михаил Ратушный. У Онищенко был такой характер русского странника, путешественника. Он чем-то похож, наверное, был на Григорийского роду, иностранствующего проповедника. То, что он слышал на собраниях библейских, он умер это доносить до всех людей, с которыми он соприкасался. Михаил Ратушный тоже примерно такого же типа был человек. Постепенно украинцы и русские стали устраивать свои собрания. Отдельно от немцев, колонистов. По чтению Библии, читали Библию, пели, молились. Почему они на Арканске начали спрятать? Просто в связи с тем, что хабану... Их стало много. Численность возрастала, много стало русских, украинцев. Там, может быть, некоторые были языковые, барьеры. В отдельных селах, никогда не было, что вместе живут. В отдельных, да, да. А для немецкого села еще километров там. В 12 надо было идти. Был не совсем удобный в географическом положении. По месту жительства в своей стали устраивать собрания. И вот здесь за такими собраниями и верующими закрепилось прозвище Штунда или Штундистя. В 1868 году это слово впервые было в светской прессе озвучено. В 1868 году. Штунда, Штунгисты. По-моему, так и студентов называли. Студентов? Могли называть и студентов так. Штунгисты это тот, кто штудирует что-то, изучает усердным образом. А не от того, что Штунда час? Это час такой своеобразный. Здесь вот в некоторых наших, наверное, книгах некоторая ошибочка произошла. Вот кто хорошо знает немецкий язык, они говорят, что нет, час по-немецки по-другому звучит. А это именно вот час не как отрезок времени, а час как урок. То есть время для обучения, время для изучения. Урочный час, познавательный час. С выбрасным таким смысловым оттенком. Слово Штунда. Не просто час, а час обучения, научения, изучения и так далее. Одним из самых таких первых ревностных проповедников Евангелия на Украине в это время оказался Иван Рябушатка. Это личность такая легендарная. Вот он здесь, в двух ракурсах, изображен. Которая в Библии была большая. Иван Рябушатка. Борода. Солидная. Это про него говорили, когда он, значит, там, какому-то православному вызвали, там, и жил. Владыка, вот. Он там говорит, а ты какой, Владыка, я только знаю. На Неги, на земле. На Неги, на земле, а ты какой-то. Я не сказал, если на земле, то я не знаю. Эту историю приводит как раз Храпов. Да, Храпов. Книги счастья потерянной жизни. Но Храпов там поступает мудро. Он ссылается на кого-то, он называет. Такой-то брат рассказывал вот такую историю из жизни и служения Рябушатка. Потому что, насколько я себе представляю, это все-таки относится, наверное, к числу преданий, связанных с Рябушаткой. Потому что нет исторических достоверных данных по поводу того, что Рябушатка там с царем встречался. Там он пошел в мир, Владыка, пошел поразмышлять и в мир. Да. Не, ну история, конечно, красивая. Сколько она заставированная. Да, я думаю, что это относится к преданию. Наверное, без преданий не может обойтись ни одна конфессия. Если уже она имеет какую-то историю за своими плечами. Вольно или невольно, мифы, легенды, предания слагаются об известных личностях. Но мы уже с вами говорили, что предание – это не вымысел. И миф – это не вымысел. И легенда – это не чистый вымысел. Это вторая действительность. Духовная действительность. Это создание духовного образа, духовного облика. Духовного характера. Это дополнение к реальной биографии. У православных, например, есть жития святых. Целый такой массив литературы популярной. Житийная она называется – жития святых. И есть биографии святых. Есть жития Иоанна Златоуста. Учителя, проповедника 4 века. И есть биографии Златоуста. Они отличаются чем? Есть ли в биографии там точные данные, факты, то в житии того же человека акцент на другом. На духовном только. Как святой борется с сатаной, с демонами. Как святой совершает чудеса, исцеление. Как он является инструментом, орудием в руках Божьих. Разные акценты. Рябошатка был простой человек, простой крестьянин. Он работал на мельнице у помещика. Но был у него интерес к литературе. Самоучкой он научился читать. И во время работы на мельнице, когда там были перерывы, он сидел, как там работает механизм. И в это время любил предаваться чтению. Но что он первоначально читал? Он читал сказки. Любил читать сказки. Украинские, русские, народные сказки. А затем, каким-то образом, он приобрел Евангелие, Новый Завет у какого-то знакомого человека. Эта книга его заинтересовала. И он, пребывая на своем рабочем месте, на мельнице, перестал читать Новый Завет. Но ничего там не понимал. Интересно понять, постичь. Трудно что-то. Давался ему текст евангельский. И как-то на мельницу привез зерно немец из соседней колонии. Немец-колонист. Верующий. Он увидел, как мельник сидит, читает Новый Завет. Он спросил у него, как вот Филипп, Евлуха. Разумеешь ли, что читаешь? Все ли тебе понятно? Ребошапка говорит, нет, почти ничего не понимаю. И не знаю, кто бы мне мог бы изъяснить это. Иди к священнику. Священник обязан тебя наставлять. Он должен тебе объяснять истинные евангельские. Обратись к священнику. Ребошапка пошел к священнику. Он поделился своими соображениями, высказал свое желание. Священник, вместо того, чтобы поощрить его, отругал все такие вопросы. И это не твоего ума дело. Значит, ты простой мужик, Иван. Значит, твое дело ходить на службы, исполнять обряды, слушать, что тебе говорит священник. А Евангелие, эта книга сложная, ты не поймешь, и тебе не надо читать эту книгу. Разочарованный, вернулся Ребошапка. Что вновь приезжает немец, спрашивает, ну как, побеседовал со священником? Да, побеседовал, но он ничего мне не объяснил, он, наоборот, отругал мои вопросы. И колонист покачал головой, ну как же так? Он же пастырь духовный, он должен был с тобой побеседовать, помочь тебе. Приходи тогда к нам на собрание. У нас вот в такое время пастор будет проповедовать, изъяснять. Слово Божье, Ребошапка пришел к колонистам. Там в специальном доме у них было собрание. Первая часть, потом вторая часть началась библейский разбор. Пастор стих за стихом, понятно, доступно, стал объяснять, истолковывать. Мне точно понравилось Ребошапке, что он зачистил на эти собрания. Теперь уже Новый Завет он стал понимать лучше. А на каком языке они говорили? Они же на каком языке говорили, эти немцы? Эти немцы уже были обрусевшие. Да, они могли говорить и на украинском, и на русском тоже. свободно, чтобы барьеров языковых не было на тот случай. И вот однажды на мельнице, во время чтения Нового Совета, Ребошапка спал на колени, воззывал к Богу о прощении. После он рассказывал, я уже не помню, что я говорил Богу тогда в молитве. Помню только, что я кричал, я выпиял к Богу, и почувствовал, как будто с души моей мешок зерном свалился. Тяжелое время упало. Такой свет внутренний пронизал меня. Такой был у меня подъем, такой восторг перед Богом. Ребошапка стал проповедовать другим. Очень усердно. Но не был еще крещен в это время. Обратился, покаялся, уверовал. Принятия завета через святое водное крещение еще долгое время не было. Он избрал такой метод проповеди. Вы, наверное, о нем слышали. Этот факт достоверный. Это, конечно, не предание. Это не миф, не легенда. Он часто появлялся на ярмарках, на базарах, куда съезжалось очень много людей. У всех приезжих крестьян, торгующих, вот такой обычный. Если кто-то там что-то потерял, у кого-то случилась пропажа, он обычно залезал наверх своего воза и кричал, «Эй, подойдите сюда! У меня вот там лошадь пропала, не знаю, куда она делась, может быть, кто-то видел». Чаще всего находили вот таким образом какую-то пропажку. Лебошапка воспользовалась такой традицией тоже. Взбирался на воз, брал такую длинную палку, значит, на палку шапку, на конец палки, вращал шапку, вот так. «Эй, вы торговцы, эй, вы барышники, собирайтесь сюда!» Да, такие слова буквально употреблялся. Наверное, они были в ходу торговцы, барышники. Подойдите сюда, хочу вам что-то сказать. Народ сразу собирался, он тогда говорил, что у меня ничего не пропало, я ничего не потерял. Но я, наоборот, нашел, нашел сокровище. Народ спрашивает, какое? Что, деньги нашел, клад, серебро. Да, великое сокровище. Это вот Евангелие. Христос доставал из кармана Евангелие, начинал читать, проповедовать так, громогласно. Такая миссия Ребошапки была очень успешной. Почва была благоприятной, потому что в народе был дух богоискательства, дух искания Божьей правды. Со временем, в 1869 году, один из менонитов звали его Абрам Унгера. Стал читать баптистские журналы. К нему в руки попали журналы, издаваемые баптистами немецкими. Там было много статей, посвященных теме крещения, сознательного крещения. А у менонитов была традиция детского крещения. Менониты в другой сфере были возрожденные, пробужденные, по сути, свои евангельские, но вопрос о крещении понимали так, что достаточно только детского крещения. Изучая баптистский журнал, Абрам Унгер задумался, младенцы существования сознательные, нет факта сознательного крещения. Баптисты, видимо, правы, они ближе к Евангелию. Что он начинает сам провозглашать новые свои взгляды, новое мировоззрение, говорит другим об этом. Среди менонитов? Да, начал вот среди менонитов осуществлять перекрещивание. Крестить уже сознательно взрослых, крестить через погружение. Менониты тоже были разные, разных оттенков. Были менониты, у которых детское крещение практиковалось, были менониты такие, которые практиковали крещение взрослых, но через опрыскивание, через окропление, через обливание. А здесь вот баптистский подход был через полное погружение крестить. Абрам Унгер посчитал, что это евангельский метод, способ. И стал вот такую практику применять. Началось крещение через погружение. Об этом услышали местные. Местные украинцы прознали, что вот Унгер, немец-колонист, крестит по вере через полное погружение. Однажды был даже такой курьезный случай, когда Унгер крестил очередную партию немцев. Их было человек 30. Уже поздним вечером, чтобы там особо власти православные не переполошились, стояли в ряд крещаемые. И вдруг вот креститель заметил, что кто-то неожиданно там из толпы со стороны тоже стал в ряд. Он этого человеку совсем не знал. И, естественно, хотел воспрепятствовать. Мол, я тебя не знаю, какое у тебя духовное состояние, готов ли ты принять крещение, не могу я тебя крестить. А тот заявил «Крести меня немедленно!» Значит, если ты сейчас меня не крестишь, то будешь отвечать перед Богом за это. Пресвитер так устрашился. Крестил, да? Да. Принадрешение. Хорошо. Буду крестить. Этого человека звали, по-моему, Ефим Цимбал. Ефим Цимбал. Цимбал, украинец. Он был крещен 11 июня 1869 года. А через некоторое время Ефим Цимбал уже совершил крещение Рябошадки. Уже прошло довольно много времени. Рябошадка так активно совершал служение миссионерское крещение, еще не принимал. Принял его где-то точно неизвестно. Это или 1870 год, или 1871. Рябошадки тоже много пришлось претерпеть, гонений. Ссылку на Кавказ его отправляли вместе с семейством. Затем, когда срок ссылки подошел к концу и гонения немножко поутихли, он уехал в Болгарию. В Болгарии было больше свободы. Там было много русского, украинского населения. Было возможности для проповеди более благоприятные. Умер он в 1900 году, по-моему, 1900 год, в Болгарии. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Это украинский очаг. Здесь важно просто запомнить момент предварительный. На какой почве возникало пробуждение. Если на Кавказе там молоканство, то на юге Украины именно они штунгисты. Штунгисты были неким промежуточным звеном между немцами колонистами и уже собственно бакистскими и русскими украинцами. Штунгистов в чистом виде наверное на Украине сейчас не существует. Что нам на Украине скажут? Ничего не слышали? А сколько пишут на Малакан? Те, которые изучают Библию, Библию мало ли кто изучает. Чем они ничего отличались? Да, мы с вами уже говорили, были что-нибудь есть похожие на Малакан без крещения, без хлебопреломления. Затем были штунгисты, сделавшие шаг ближе к баптизму и затем штунгисты превращались баптисты. Ну, на Сибире как не бесит. Да, я даже не знаю, Малакань в Курске есть в Курской области? Есть в Курской области. Ну, наверное, Малакань есть и на Украине. И вы в Тамбове есть Малакань? В Тамбове есть, в Тамбовской области есть Малакань. Небольшие группы, но существуют. Раньше вообще Тамбовщина славилась многоцветием таким религиозным. И некоторые историки даже называли Тамбовщину мистическим центром России. Мистический центр России. Из-за того, что много там было оборов, Малакан, Сугодников, Хвостов, Скорцов. Такое вот многоцветие. Сугодников. Сугодников.